Я это так скажу. Нас позвали в эти интеграционные проекты. Я помню, как начинался таможенный союз. На кухне, у Путина. Я, Кучма, он. В то время был в Москве Назарбаев. Я тоже хочу. Мы хотели втроем создать этот таможенный союз. И начали работать. И Украина работала. Мне президент говорит, слушай, поддержи, помоги. Вот это. Ерунду сотворили. Надо как-то... Я говорю, да что ты меня уговариваешь? Мы с Ельциным уже многое сделали в этом плане. Давай будем делать. И мы там же на колени. Он писал, мы диктовали ему еще молодой президент Путин. Он записывал эти все положения. Оттуда все начиналось. Вы нас позвали. Почему мы туда пошли? Мы рассчитывали, что этот союз и эта аксиома будет основан на равноправии. Будут созданы равные условия. Это главное. Без этого не бывает союз. Так, Ярослав, у вас тоже в либеральной экономике. Не может быть, если неравные условия, что-то дойти. Ради чего? И вот за это время, из-за неравных цен, неравных условий, Беларусь потеряла только из-за вот этого ценового фактора 15 миллиардов долларов. Они признают эту цифру. И вот они нам сейчас дали, аж сколько мы им сейчас должны, миллиардов 5 кредитов. Ну хорошо, изъять у нас 15 миллиардов через цены. И потом нам же дать наши деньги, и то только третью часть. Вот такой процент. Три раза больше, чем МВФ. Враги. Это нормально. И вслед. Мы кормим их. Гири на ногах. Такие-сякие. Вспомните, батька 1, батька 2, батька 3. Не знаю, 5 или 6. Сколько там было? 4. 4. Ты даже считала. Я, правда, не видел ни одного, что собираюсь когда-нибудь вернуться к этому, посмотреть, о чем они там. Но говорят, что до оскорблений президента, это что, нормально? А мы ведь договорились с россиянами. И с тем, и с этим президентом мы можем спорить сколько угодно, но не допускается оскорбление друг друга. У нас даже Иосиф Середич, я вот слежу за оппозиционной прессой, он ни разу, я это Путину говорил, он ни разу не написал, а мог бы. Влезть в штаны там, в рубашку или еще куда-то и написать, какой хороший президент или премьер. Но у нас, я ему сказал, этого никогда не было. А у вас, говорю, на каждом шагу. Такой-сякой, вы золотые, вы святые. То есть начинается от личного до экономики. Это ненормально. Это нужно заканчивать. На этом много не получишь. И мы не Украина. Мы не антироссийские. Мы в НАТО не стремимся. Мы свято бережем нашу договоренность об обороне вот нашего пространства. Как я всегда говорю, нашего отечества, Белоруссии и России. Это наше общее. И я бы хотел, чтобы вот этот конфликт наверху был. Главное ведь состоит в том, что мы разрешили приехать людям на 5 дней без визы через аэропорт. Один. В Минске. И какая это угроза национальной безопасности России. Все же осталось как раньше. Ты приезжаешь. С визой или без визы, неважно. Паспорт. Паспорт посмотрели. Так. Компьютер. Нажали кнопку. Миллион пятьсот. Сколько, Игорь Анатольевич, сегодня? Миллион пятьсот. Да. Заскан. Миллион пятьсот у нас стоит на учете невъездных. Около миллиона. Не-не-не. По-моему, миллион пятьсот. Невъездных? Да. У России и Белоруссии стоит на учете, которым запрещен въезд. Я эту цифру общую не помню, но я помню, что 92% из них это российские. Это да, я знаю. По-моему, где-то миллион пятьсот в этом списке, список есть, которые нежелательно пребывания в Белоруссии и России. Единый союзный список. Миллион пятьсот. Из них там сто тысяч или там, не помню сколько, ну, мизерная цифра, наши правоохранительные органы поставили на учет, а больше миллиона их. И везде, где бы ты ни въезжал, компьютеризировано пробили. Нет, дорогой мой, до свидания. Ты невъездной. Ничего же не изменилось в этом плане. Что за дело? А, они без нас приняли это решение. Я так думаю. Так, более того, мы имеем право принять это решение. Мы суверенная, независимая страна. Более того, мы же согласовали с ними это. Мы довели до них конкретные люди, вот документ, вот этот. Ну, нет вопросов, это ваше право. А сегодня они уже начинают нас упрекать, якобы, что вот эта пограничная зона в ответ на то, что Лукашенко подписал указ о безвизовом въезде через национальный аэропорт людей. Но все бы было ничего. Только вот этот приказ они приняли на месяц раньше, чем мы ввели безвиз. Они, понимаете, нас начали упрекать, но даже не поинтересовались в хронологии. Это ведь в конце декабря прошлого года они подписали этот приказ ФСБшный. Какого? 26 декабря. А мы еще только с июля, с июля у нас будет введен этот безвизовый режим. И подписали мы его в январе, я подписал указ. Они даже этого, чтобы нас бомбить, они и хронологией не поинтересовались. Ну и потом. Я вот где-то мне давали информацию, что якобы для защиты границ России, да, или как-то так. У меня вопрос. Да, против терроризма надо бороться. Но если взять Беларусь и Россию, кто террористически более опасен? Вопрос риторический. Но мы же никогда не закрыли границу. И когда шла война на Кавказе, она и сегодня там проблем хватает. Мы границу не закрывали. Хотя, друзья, Ярослава, может не он сам, а меня все время толкали к тому, война идет, вы же понимаете, к нам может быть это то. Я границу не закрывал. И когда с Кавказа люди хлынули в Польшу, помните, поляки их позвали, они туда приехали, чеченцы там и другие, они их выкинули на нашу территорию, целый состав, тысячу человек. Мы их обогрели, мы их приняли, разместили, накормили, помыли в Бресте, они там рожали, моим именем называли детей. Но это россияне. Мы же не отгородились от них. А помните, когда в Калининград Литване пропустило целый состав, они там на железной дороге на шпалах сидели, голодные, немытые, грязные, бедные, не знали, что с детьми делать. Я их обогрел, накормил, послал своих людей, своего сына, иди, проверь, чтобы люди не пострадали. Вот как мы относились к россиянам. И для нас тогда было опасней. Тогда для нас опасно было. У нас особия уже появилась после метро, когда наши отморозки взорвали там. У нас общество уже было насторожено. Но я границу не закрыл. Они от кого границу закрывают сегодня? От кого? Что это за пограничная зона 30 километров? У них, они что, лучше обороняют границу, чем мы? Тысячу раз хуже, чем мы. И у них есть где защищать границу? И надо защищать. Это, я считаю, чисто политический выпад. Нельзя этого делать. Мы часто говорим о том, вот, когда я говорил о том, что вот декларацию приняли, независимо от чего. Так вот, возникает вопрос, от кого вы защищаете эту границу? Да мы же свято оберегаем наше это пространство общее. Для нас никогда россиянин не был чужим человеком и не будет. Вот эти бездумные, нескоординированные шаги, которые только ухудшают наши отношения. Это делать нельзя. Нам надо вернуться. Хватает проблем у нас и в России. Выше крыши этих проблем. И удивляет мотивацией. Великая Россия, ну, по крайней мере, большая Россия. Вот Трамп там пришел к власти, поэтому тут вот мы, белорусы, могут там на многое не рассчитывать. Сколько раз уже говорил. И руководству России, успокойтесь, не делайте этому Трампу хуже. Ну, чуть ли не они назначили президента в Соединенных Штатах Америки. Трамп – это президент Америки. С лозунгом «Сделаем Америку как там, сильной или еще какой-то». И когда мы с Путиным обсуждали эту проблему, я ему высказал свою точку зрения на его вопрос. Говорю, вот представьте, сидите за столом переговоров. Ну, вот мы с тобой, Трамп, напротив. Или ты с ним. Лозунг написан. «Сделаем Америку сильной». Вот такие, такие, в связи с этим меры. В каком вагоне будешь сидеть? В первой не посадить с собой рядом. Сколько в 27-м? Или в 20-м, как экономика России. 20-е место, 20-й вагон. Согласишься? Нет. И я бы не согласился. А как потом реагировать на это? Президента-то вы назначили в Америке. Он тоже плохой. Как Обама плохой, так и этот плохой. Надо понять, что Америка избрала проамериканского президента. Не пророссийского и не пробелорусского. И не настолько он глуп, как некоторые думают. Это, пусть даже он неопытный. Да, некоторые шаги он делает, нам отсюда кажется. Я это все проходил. Когда не сели ты приходишь вот наверх. Я это все пережил и прошел. Да, надо было где-то спокойнее и проще. Но это нам отсюда кажется. Но там же много умных людей. Там много умных людей. 80% евреев. И им не скажешь, что они глупые люди. Нациям далеко не глупые. И вы это чувствуете. Подскажут, расскажут и помогут. Поэтому не надо в эйфории пребывать, что в Америке там что-то такое произошло. Трамп, какой бы он ни был сильным. Я говорю, Трамп, не Америка. Он весь мир не перевернет. Как бы нам не нравилась глобализация, что касается точки зрения экономики. Кто сегодня повернет? Это тренд на века. Его уже не в состоянии кто-то развернуть. Да, он может вернуть. Женин Моторс, там Форд, вернуть некоторые предприятия в Америку. С большими потерями там. Вон Тойота ему ответила на свои предприятия, которые в Америке. Он же не хочет, чтобы американские были автомобили. Ему Тойота говорит, дорогой мой, это же наш бренд. Но ваши люди работают. Предприятие под брендом Тойота. Производит налоги, платит и продают там. Что тут плохого? Да, говорит, неплохо. То есть это все устыканится. Вот это вот хитросплетение, это предвыборная еще чахарда, которая в Америке с ошибками. Через полгода это все снизойдет. Вы же уже видите, что он готов с нами сотрудничать и с Россией только по антитеррористическим вопросам. А раньше санкции снимал и все и так далее. Прошла эта волна предвыборная и все утихомирится. Я это говорю к тому, что нам свою жизнь вместе с русскими людьми нам ее строить. И мы должны видеть себя, не глядя там на Америку, что в Сирии вроде там что-то уже устаканилось и так далее. Нам надо это делать. Ну вот так несколько эмоционально по некоторым вопросам, которые сегодня я вижу, в средствах массовой информации бытует. Ну и прошу вас меня понять, я уж тут действительно на некоторую конкретику сполз, но я просто хочу ничего не прятать.